По традиции в нашей стране каждый год посвящается какой-либо глобальной проблематике или сфере. К примеру, прошлый год посвящен российскому кино, а нынешний 2017 объявлен годом экологии в России. Работники Устилимского дворца культуры имени Ная Мушина загодя подготовили обширную программу, а горожане активно участвовали в ней на протяжении всего года. Сейчас пришло время подвести итоги. Сколько деревьев посадили устилимцы и что еще хорошего сделали, расскажет наш корреспондент. Различные мероприятия, направленные на повышение экологической культуры молодежи, проводились по всей стране, в каждом образовательном и культурном учреждении. Ольга Гребенкина, заведующая методическим отделом ДК имени Наймушина, разработала целый проект под названием «Экология. От слов к делу». И вот сегодня, подводя итоги, мы смело можем сказать о том, что все, что мы задумали, выполнено. Данная программа объединила более 30 учреждений и организаций города. В ней приняли участие почти 6 тысяч человек. Это школьники, это студенты, общественные организации, политические партии и просто неравнодушные жители нашего города. В рамках программы прошли различные мероприятия. Это конкурсы, это акции, фоторепортажи, пресс-конференции. Все они разные по форме и содержанию, но с единственной целью проводились – привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Реализация программы отразилась не только на внешнем виде нашего родного города, но и на отношении устилимцев к экологическим проблемам. Хотелось бы отметить самые яркие мероприятия. В 1917 году открыт первый в нашей стране заповедник «Баргузинский» – прекрасный природоохранный комплекс на Байкале. Сто лет назад речь шла в основном о сохранении редких видов животных и растений. Сегодня самой вопиющей экологической угрозой стало загрязнение вод Священного озера – одной из главных достопримечательностей нашей страны и всего мира. Нами была отмечена акция «Час земли-2017». То есть акция была международная. И в этот день 1800 жителей вышли на Красную площадь с фонариками, отключив дома свет, все электроприборы. И вот этот час они провели в кругу друзей. Они пели песни с нашим коллективом «Логос». Они участвовали в конкурсах, танцевали, делали фотосессию. И от ведущего очень много интересных фактов узнали о Баргузинском заповеднике. «Час земли» – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. Акция призывает всех жителей планеты в определенный день и всего на один час погасить вечером электрические лампы, выключить другие нежизненно важные электроприборы, чтобы лишний раз задуматься о проблеме экологии. А может быть посмотреть на звезды и осознать свое место во Вселенной и природе. 25 марта в рамках программы «Экология. От слов к делу» прошел городской конкурс кулинарного искусства «Экостол». В финале специальная жюри оценивала самые вкусные, а также красиво оформленные и поданные блюда, приготовленные из даров нашей сибирской природы. Вот в этот день наш универсальный зал превратился в настоящий кулинарный поединок. За победу сражались шесть команд, столько же групп поддержки. И на втором этаже была расположена большая выставка экологически чистых продуктов, где каждый мог продегустировать, приобрести экологически чистые продукты от лучших устилимских фермеров. То есть тот, кто был на этом мероприятии, никто не ушел без покупки. Целью конкурса стала популяризация национальной кухни народов при Ангаре. У гостей фестиваля здорового питания остались самые лучшие воспоминания от праздничного стола. В апреле этого года 719 человек нашего города и Устилимского района приняли участие в экологическом диктанте. Вот на 11 площадках города и района одновременно писали диктант на определенно заданную тему озера Байкал. И текстом к этому диктанту послужила древняя легенда о Байкале и Ангаре. То есть вот этот диктант, он превратился в такое масштабное городское событие. Творческий коллектив ДК имени Наймушина подготовил для школьников познавательное театрализованное представление под названием «Ангар, дочь Байкала». Это как раз тот спектакль, который создан по древним легендам, преданиям народов Сибири. И вот для этого спектакля специально были пошиты национальные костюмы с этническими узорами и головные уборы. Были изготовлены яркие декорации и использовалась уникальная одежда сцены. Именно в таком формате детям интереснее всего изучать историю нашего сибирского края. В мае этого года прошел экологический марш-бросок «Юбилейная аллея». Как раз в юбилейный год для нашего Дворца культуры, в год экологии, мы заложили аллею из красных клёнов. И будет так же 35, как и сколько нам лет на сегодняшний день. Главным критерием успеха мероприятия стала искренняя заинтересованность тысяч устилимцев, понимание ими остроты и важности проблемы экологии. 24 ноября в Доме культуры прошло торжественное подведение итогов, где наградили самых ответственных участников и организаторов благодарственными письмами. Сегодня, когда мы подводим итоги, конечно, хочется поблагодарить всех тех, кто был этот год вместе с нами. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. И, конечно же, понимая всю важность этого направления экологического, мы заявляем, что и в следующем году, и в последующих наших планах мы обязательно будем это направление развивать. То есть мероприятия по экологии будут обязательно в нашем Дворце культуры.